Сказка, как шиншилята стали поросятами. В городе Шиншилянске возле самого леса жила семья шиншилл. Веселая мама-красавица, строгий папа, два сыночка по имени Бип и Дип и лапочка-дочка по имени Кики. Мамина любимица. Бип и Дип были очень, очень озорными малышами. Целыми днями они носились по улице, залазили на деревья, на стенки и грызли все, что им попадало на зубы. Хотя, если честно, то и Китти от них недалеко ушла. Китти, хотя и была старшей сестрицей, и должна была быть серьезной и рассудительной, но на самом деле часто была такая же озорушка и непослушка, как и младшие братья. Единственное, когда малыши хоть немного могли посидеть спокойно, это когда мама им рассказывала сказки. А самой любимой сказкой у них была история про трех поросят и серого волка. Они давно выучили ее наизусть, но вновь и вновь просили маму рассказать ее. Вот бы и нам так одним в лесу пожить, и чтобы волк пришел, а мы бы с ним справились. Вот это приключение, вот это жизнь, говорили они, вздыхая. Мама от таких слов сразу начинала волноваться и поглядывала на них строго и укоризненно. Однажды папа с самого утра ушел по своим важным папским делам. Маме тоже понадобилось отлучиться в песочно-купальный салон. Перед уходом она строго-настрого наказала ребятишкам вести себя хорошо, а Китти назначила старший и ответственный за порядок. Малыши, оставшись одни, сперва как обычно играли, носились и гонялись друг за другом. Но вдруг самый маленький дип сказал, а давайте станем поросятами и сбежим из дома, как три поросенка из сказки, и поселимся в лесу. Бип тут же поддержал эту идею. Отлично, сказал он, теперь мы больше не шиншилята, а поросята. И зовут нас Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Старшая сестричка поначалу хотела их было отговорить и запретить им убегать в лес. Но куда там? Непослушные маленькие братцы заявили, что тогда они и вдвоем убегут и будут жить, как два поросенка. А Китти будет виновата, что сломала сказку. Китти подумала, подумала и решила к ним присоединиться. Все-таки втроем будет не так опасно, подумала она. Я смогу за ними присмотреть. Если честно, ей самой очень хотелось поиграть в трех поросят и пожить самостоятельно в лесу. Тем более, что она точно знала, что в их лесу волков с испокон века не водилось. Но все-таки она немного сомневалась. А что подумают мама и папа, когда нас не найдут? Наверняка они будут волноваться, сказала она. А мы им письмо напишем, сказал Дип, который был всегда самым находчивым. Как напишем? Удивилась Китти. Писать-то мы не умеем. Ну и что? Сказал Дип. Писать не умеем, а рисовать умеем. Мы им письмо нарисуем. Вот они и не будут волноваться. И тут же они нарисовали письмо маме и папе. Они сперва нарисовали трех шиншиллят, потом зачеркнули их крестиком и нарисовали стрелочку. А потом нарисовали трех веселых поросят. Ну вот, сказал Дип, здесь все понятно. Уверен, мама и папа даже и волноваться не будут. Они положили письмо на видное место и убежали. Прибежав в лес, они начали еще больше носиться, прыгать и лазить повсюду. Но рассудительная старшая сестрица вдруг сказала, а вы помните, что поросята построили себе домики? Нам тоже нужно построить, предложила она. И шиншиллята, ой, извините, поросята заспорили, какие дома им нужно построить. Все должно быть как в сказке, сказал Дип. Нам нужно построить три домика. Один из соломы, один из веток и один из камней. А вдруг придет волк, засомневался Дип. Вы помните, что случилось в сказке с домиками? Нет, надо строить прочные домики, чтобы волк не залез и нас не ссапал. На самом деле он, конечно, не верил ни в какого волка и сказал это просто, чтобы напустить страху и чтобы было все как в сказке. И они начали строить себе домик. Дип построил красивый маленький домик из дерева. Дип построил круглый и тоже очень уютный и милый домик с круглой крышей и с прочной коры дуба. Дитя осмотрела их домики, похвалила братцев. Очень красивые домики получились у вас и прочные, но если все-таки придет волк, то лучше бегать в район все-таки не так страшно. А себе она построила самый красивый и крепкий дом из кирпича. И так как она была девочка, тот домик у нее был в нежных красно-розовых тонах. Замечательные дома получились у новых поросят. Смотрят они на них и не нарадуются. А тем временем родители шиншиллят вернулись домой. Видят, дом пустой и письмо с рисунками лежит. Конечно, они сразу все поняли. Вот озорники, сказала мама, все-таки сбежали из дома. Ну и что же мы теперь делать будем? Надо их вернуть. Надо их уговорить вернуться. А я считаю, сказал папа, что их надо проучить, чтобы впредь неповадно было такими неслухами быть. А как? спросила мама, с надеждой посмотрев на папу. Она знала, что он всегда был большой затейник и даже в юности выступал в лесном самодеятельном театре. А вот как. Я наряжусь волком и их напугаю. Сами домой прибегут. Я сейчас сбегаю в театр, возьму костюм волка и переоденусь. Так он и сделал и отправился на поиски пропавших малышей. Долго их искать не пришлось, потому что шум и крик раздавался на весь лес. Папа вышел на полянку и зарычал по волчьи. похоже. Ну, по крайней мере, он так думал, что похоже. Потому что настоящего волка он тоже никогда не видел. Шиншилята поросята бросились бежать каждый к своему домику. Папа волк первым подошел к деревянному домику, где жил Бипус. А ну, уходи, заговорил он, изменив голос. У меня как раз время завтрака, и мне доктор прописал поросячью диету. испугался диет, сидит и дышит. И откуда только этот волк взялся? А волк продолжает. Ну, что, не выйдешь? Тогда я сейчас как дуну и разлетит с водовой домик по кустам да по закоулочкам. Совсем стало страшно бедному маленькому поросенку шиншеленку. А вдруг и правда домик не выдержит? Нет, надо бежать к братцу. Выскочил он из домика и бежать. Заскочил в домик Бипус и отдышаться не может. А волк уже тут как тут. Ага, говорит, так вас теперь двое, вот уж я полакомлюсь поросятинкой на славу и на завтрак хватит и на обед. А ну выходите немедленно сами как начнут дуть разлетится ваш домик на мелкие кусочки. Испугались шиншилята сидят дрожат. А вдруг и правда этот волк домик раздует? Выскочили они на улицу и бежать к сестричке в ее розовый каменный домик. Соскочили к ней. Не успели даже рассказать ей про волка, как он тут как тут. И опять грубым голосом. Ого, вас тут уже трое, вот здорово, теперь еще и на ужин хватит. Люблю я молодых поросят. Выходите скорей, а то в животе урчит. Может сказать ему, что мы не поросята, а шиншилята, робко предложил Дип. Может он тогда уйдет? Не, не поверит. Ты откуда мы знаем? Может он не только поросят, но и шиншилят ест, проговорил Дип. Ничего, успокоил их птики. У нас дом крепкий, он сюда не залезет. А волк ходит вокруг, по стенам стучит и грубым голосом продолжает орать. Выходите сами, а то хуже будет. Мне тут за вами бегать некогда, тем более, что у меня нога сильно болит. Это им папа, как вроде бы невзначай, такую подсказку дает. А может не будем тут сидеть, предложила Китти, а то вдруг он рядом спать ляжет. Слышали? Он сказал, что у него лапа болит. Давайте выскочим и убежим к маме с папой домой. Правильно, одобрил Дип. А то кто его, этого волка знает. В сказке он через трубу прямо в котел попал. А у нас то и никакого котла нет. надо бежать. Выскочили они и скорей к маме. Изо всех сил бежали, не переводя дух. А волк сзади пыхтит, топает. Только прибежали, глядь, и папа появился следом. Мама, папа, нас волк чуть не схватил. Стали они рассказывать все как было. Он был очень страшный и злой, сказал Дип. А мне показалось, что он был не очень злой, возразил Дип. Мне даже показалось, что он с нами играет. А еще, сказал Дип. И пахнул он точно как папа. Вот. Какие наблюдательные, подумал папа и восхитился своими детками. Не зря говорят, что у шиншилл очень тонкое обоняние. Даже лучше, чем у собаки. Но все-таки он не может сюда прийти, спросила Китти. Не бойтесь, отвечает папа. Я с ним уже разобрался. Больше он никогда в наш лес не придет. Обрадовались шиншилята, что все так хорошо обошлось. Повелились они и дали обещание никогда больше без спроса не убегать и вообще слушаться папу и маму. Особенно папу, раз он такой грозный, что даже с самим волком разобрался. на этом можно было бы сказку и закончить. Но нет. Через пару часов пошли шиншилята играть и обнаружили неподалеку костюм волка, который папа по дороге сбросил и забыл прибрать. «Это что?» пораженно спросил гип. «Волчья шкура? Получается, что наш папа с волка шкуру снял?» «Да, это чересчур жестоко», поддержал гип. «А может у него дома маленькие волчата? Сейчас сидят одни и папу ждут». Расстроились шиншилята. Жалко им волка. Ну не зря же говорят, что шиншилы самые добрые существа на свете. Решили они с папой поговорить. Пришли и так грозно стали на него наступать, что пришлось ему во всем сознаться. Ну очень не хотелось, чтобы малыши считали его злым и жестоким. В качестве доказательства даже костюм одел. Папа в костюме волка шиншилятам очень понравился. И они ему даже спели песенку. нам не страшен серый волк серый волк 남 не страшны волк серый волк вер и зл бу серый волк серый волк Вот теперь сказке конец. Кто слушал и смотрел, тот молодец. Понравилась сказка? Тогда поддержите наш канал лайками и поделитесь с друзьями. А я для вас еще много новых сказок насочиняю. Ваш Мишка Потапыч. И я Шершила Черныш. Пока-пока. Понравилась сказка? Мне лично да. Если вам тоже, как и мне, понравилась сказка, то переходите на его канал, сказки от Мишки, и смотрите много новых сказок.